Не роскошь, а средства для контроля. 23 новых автомобилей «Лада» сегодня вручили представителям филиалов Уголовно-исполнительной инспекции края. В ближайшее время новое авто отправится в Красночекойский, Олегзаводский, Могочинский и другие районы. Как теперь изменятся трудовые условия у тех, кто следит за исполнением наказания, узнавала Светлана Тулунова. Елена Ломака – одна из тех, кто с гордостью принимает новый автомобиль. На сегодняшний день на учете в Уголовно-исполнительной инспекции Читы по железнодорожному району состоит 471 человек, осужденные условно, находящиеся под домашним арестом и недавно освободившиеся. Навещать их – прямая обязанность каждого инспектора. Помимо ежемесячных плановых проверок, иногда приходится и экстренно выезжать на место. Контингент специфический. Также мы испытали на себе одни из первых исполнения меры пресечения – домашний арест. Когда обвиняемого необходимо доставлять несколько дней подряд в определенное место, в определенное время и забирать обратно. То есть без автотранспорта это невозможно. Очень трудоемкий процесс. Елена Ломака считает, в будущем такая мера пресечения, как домашний арест, станет еще более актуальной. Ну а уже сейчас майор внутренней службы осматривает долгожданный подарок – «Ладу Гранта». Машина нравится. Помимо четы, 23 «Лады Гранты» и «Лады Нивы» отправятся и в районы края. Данные автомобили в работе пригодятся. Во-первых, они позволят инспекторам уголовно-исполнительных инспекций качественно контролировать осужденных по месту жительства. И особенно в отдаленных районах города Забайкальского края. Автомобили в Читу пришли в рамках реформирования уголовно-исполнительной системы. Теперь осужденные и те, кто их контролирует, должны стать ближе друг к другу. Светлана Тулунова, Евгений Погорелый. Время новостей.